В эту аптеку на интернациональные жители обращаются и днём и ночью, будь то покупка жаропонижающего или обезболивающего препарата. По итогам прошлого года учреждение признано лучшим в Могилёвской области, в сети «Фармация». Здесь, отмечает заведующая Ирина Русакович, заслуга всего коллектива – фармацевтов, провизоров, укладчиков, упаковщиков. Мы работаем круглосуточно, 24 на 7, поэтому это тоже накладывает свой, так сказать, отпечаток на нас, ответственность большую, потому что приходят люди и взрослые, и для маленьких детей назначаются препараты, и нужно быть очень внимательными и ответственными. Командный дух присутствует в нашей работе, и за счёт этого мы и получили эту награду. 2021-й стал непростым для всей системы здравоохранения. По сей день фармацевты стоят на передовой вместе с другими медицинскими работниками. Спрос на лекарства вырос практически в три раза. С полок сметают маски, антисептики, термометры, порошки, противовирусные, биологические добавки и витамин D. За последнее время очень изменился и поток потребителей, и количество ассортимент, и сам ассортимент изменился больше. На данный момент реализуются лекарственные средства от простуды и гриппа, также для профилактики вирусных инфекций. Люди приходят с различными вопросами, будь то температура, кашель, заложенность носа, боли в горле. Совершенно различные вопросы, и мы для каждого потребителя подбираем соответствующее лечение. Здесь не только продают медикаменты, но и изготавливают собственные. Суспензии, эмульсии, мази, растворы и порошки. За местными микстурами приезжают даже из других городов. Такова специфика аптек первой категории. В Бобруйске их всего две, ещё одна – на Минской. Изготавливают лекарства по рецептам врача и индивидуально для каждого пациента. Используют максимально безопасные ингредиенты, такие как глюкоза, фороцелин и натриохлорид. Поэтому и срок годности у таких препаратов небольшой. По итогам 2021-го признание получила и аптека четвёртой категории, которая расположена в первой поликлинике. Она заняла почётное второе место. На её счету десятки тысяч проданных лекарств и тысячи обслуженных покупателей. Во время пятой волны коронавируса фармацевтические работники с уверенностью заявляют, поддерживать здоровье горожан – их главная задача.